Как влияет обучение в Институте филологии и межкультурной коммуникации на студентов? На самом деле университет и институт дали очень многое. Именно здесь я стала самой собой. Здесь я обрела верных друзей, наставников, близких друзей, которые всегда мне помогут, всегда будут рядом. Здесь я научилась руководить, так скажем, своими лидерскими навыками. Я познакомилась с большим количеством талантливых студентов, которые уже сегодня тоже выпускаются. И мою благодарность университету передать словами просто невозможно. Сказки не только для детей, они и для взрослых. Наш Вагнер, естественно, что вот его сказки «Кота Мурлыки» очень популярны. Они пережили более 20 переизданий. И, конечно же, до революции большую часть там, почти 12 было переизданий. И потом уже в советское время их еще тоже переиздавали. Авторская коллекция напитков от Кафу и кофейни «Ранняя пташка». Выбери ученого по вкусу. Всего мы сделали 6 авторских напитков. Это в основном летние прохладные напитки на основе кофе и без кофе. Все они готовятся на натуральных соусах, которые мы готовим сами, с добавлением различных фруктов, ягод, цветов и так далее. Всем привет! В эфире универновости, а в студии Карина Саяхова. В эти дни в Казани проходит окружной этап всероссийского конкурса «Студенческий лидер ПФО-2024», объединивший представителя молодежного профсоюзного движения вузов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Старт окружному этапу был дан на торжественной церемонии открытия. Главный организатор конкурса – Казанский федеральный университет. Координатором проведения является Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ. А соорганизаторами стали Студенческий координационный совет профсоюза в Приволжском федеральном округе, Студенческий координационный совет профсоюза в Республике Татарстан, Региональная организация профсоюза Республики Татарстан и Первичная профсоюзная организация студентов КФУ. Мероприятие проводится с целью выявления и поддержки заинтересованной талантами молодежи, способной в дальнейшем профессионально заниматься реализацией государственной молодежной политики в студенческой среде. Накануне прошли конкурсы «Профтест» и «Автопортрет». Впереди еще два конкурсных дня. Для участников окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер ПФО-2024» также организована серия образовательных мастер-классов. Представители профсоюзного движения вузов округа получат новые знания о стипендиальном обеспечении студентов, оформлении грантовых заявок и других аспектах профсоюзной деятельности и молодежной политики. Участники окружного этапа будут награждены дипломами, кубками и памятными подарками, а победитель получит возможность представить ПФО на всероссийском этапе. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Института филологии и межкультурной коммуникации. Обо всем подробнее расскажет наш корреспондент. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов. В начале мероприятия уже по традиции с поздравлением выступил директор Института Радив Замалединов. Он поздравил выпускников с завершением важного этапа и началом новой главы в их книге жизни. Посетила мероприятие Италья Минулина, руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. В свое время она тоже закончила Казанский федеральный университет. Она поздравила выпускников с важнейшим событием в их студенческой жизни и пожелала никогда не забывать свою родину, не сливаться с серой массой и всегда заниматься любимым делом. Нести ответственность за создание и вообще за формирование ценностных ориентиров другого человека, а учитель призван это делать, а не только просто давать знания, это очень глубокая, серьезная и сложная профессия. Вручили дипломы выпускникам направлений педагогическое образование иностранный язык и педагогическое образование иностранный язык и второй иностранный язык, очной и заочной формы обучения. В 2024 году эти направления завершили около 200 студентов, из которых 61 выпускник получил диплом с отличием. Как отмечают сами ребята, это был долгий и тернистый путь, но благодаря профессорско-преподавательскому составу ребята смогли справиться со всеми трудностями. Для меня очень большая честь закончить Казанский федеральный университет, и поэтому я не зря, наверное, выбрал опять-таки второй раз поступить сюда, в Казанский федеральный университет. Здесь очень приятная, теплая атмосфера. Преподаватели, профессорский состав, все они относятся как к своим детям, можно сказать, и они нас всех любят. Они были очень терпеливы, но одновременно требовательны. На самом деле университет и институт дали очень многое. Именно здесь я стала самой собой, здесь я обрела верных друзей, наставников, близких друзей, которые всегда мне помогут, всегда будут рядом. Здесь я научилась руководить, так скажем, своими лидерскими навыками, познакомилась с большим количеством талантливых студентов, которые уже сегодня тоже выпускаются. И мою благодарность университету передать словами просто невозможно. Отметим, что в Институте филологии и межкультурной коммуникации обучается около 5000 студентов не только из Российской Федерации, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно институт выпускает множество специалистов разных сфер деятельности. Это филологи, преподаватели, специалисты медиасферы. Адлина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универновости. Уникальная выставка, посвященная любимым детским сказкам, проходит в самом сердце Казанского Федерального Университета. Сказки «Кота Мурлыки» в ректорском доме. Так называется экспозиция, которой точно придется по душе не только детям, но и взрослым. Что можно на ней увидеть, мы расскажем вам прямо сейчас. В музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского Федерального Университета прошла выставка «Сказки кота Мурлыки» в ректорском доме, которая стала продолжением успешного проекта «Ученые дети», поддержанного в конкурсе Креативный музей благотворительного фонда Владимира Потанина. Она посвящена 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 220-летию основания вуза. На выставке были представлены экспонаты из Зоологического музея Гербария, Этнографического и Археологического музеев Казанского Федерального Университета, Научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, а также частных собраний. Мы решили использовать и образ кота Мурлыки. Всем предлагаем обратиться к сказкам Николая Вагнера. И вы поймете, что он только является рассказчиком, не персонажем этих сказок, как нам это привычно. И когда мы готовили выставку, мы проводили опрос, а кто такой кот-ученый, как вы себе представляете кота Мурлыку. И оказалось, что у каждого этот сказочный кот, он свой. Он своей породы, своего окраса, цвет глазом. Поэтому предлагаем на этой выставке его нарисовать. Вы увидите те экспонаты из коллекции зоологического, этнографического, геологического музеев Казанского университета, которые напоминают сказочные предметы, сапоги-скороходы, ковер-самолет, ступу Баба-Яги и так далее. Я страшно рада, что на выставке я наконец-то увидела, что это пион оказывается, дикий пион, маленький цветочек. Потому что всегда хочется представить, а тут вот есть уже и научное обоснование. Ну и, конечно же, наш Вагнер, естественно, что вот его сказки «Кота Мурлыки» очень популярны. Они пережили более 20 переизданий. И, конечно же, до революции большую часть там, почти 12 было переизданий. И потом уже в советское время их еще тоже переиздавали. Тоже очень популярные, философские такие были тексты. При том, что он ученый с мировым именем, вот все-таки, к счастью, да, и оставил и такое наследие. «Кот Мурлыка» – это персонаж сказок автора Николая Вагнера. Он был выпускником и профессором Казанского университета, затем Петербургского университета. Выставка была разделена на три тематические зоны. В первом зале были представлены фрагменты из общеизвестных сказок, таких как «Золушка», «Аленький цветочек», «Щелкунчик» и «Снежная королева» и многих других. Второй зал порадовал гостей тематическими композициями сказок Александра Сергеевича Пушкина. А в последнем посетители погрузились в восточную тематику, где отразились культурные особенности тюркских народов. Кроме того, детям на выставке предлагается примерить волшебную шляпу, решить ребусы, сыграть в лото и даже нарисовать собственного кота Мурлыку. А их родители могут надеть настоящие старинные лапти. Очень понравилась африканская маска, даже непонятно, как их носили. И, конечно, особенно понравилась выставка с восточными сказками, посвященная сказкам Китая и Азии, народов Азии. Поскольку это такая экзотика всегда была для европейского человека, и поэтому, конечно, тоже очень интересные экспонаты. Отметим, что выставка организована Музеем истории Казанского федерального университета. Посетить экспозицию можно по адресу Кремлевская, 18, корпус 6, с понедельника по субботу. Предварительная запись по телефону 238-15-73. Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универновости. Лето – это время отпусков, солнца, пляжей и, конечно же, вкусных освежающих напитков. В жаркие летние дни ничто не сравнится с удовольствием от наслаждения чем-то прохладным и освежающим. Спешим вам сообщить, что Казанский федеральный университет совместно с кофейней «Ранняя пташка» разработали авторскую коллекцию напитков. О том, где и когда их можно будет попробовать, смотрите далее. Почти каждый, отправляясь летом на прогулку, по пути заходит за освежающим и бодрящим напитком, чтобы хоть немного охладиться и спастись от жажды. Чаще всего выбор делается в пользу холодного чая, лимонада или матчи. Но универсальные вкусы уже надоели, хочется чего-то интересного и необычного. Если вы смотрите этот сюжет, вам крупно повезло. У вас есть уникальная возможность попробовать коллекцию напитков, разработанную Казанским федеральным университетом совместно с кофейней «Ранняя пташка». Обратились мы, значит, к ребятам из кофейни «Ранняя пташка» с идеей сделать какой-то интересный коллаб. Они говорят, мы как раз готовимся к запуску спешл-меню, хотите поучаствовать? Мы такие, да, хотим, это очень интересно, это очень клевый экспириенс и для нас. Ну, как мы можем поучаствовать? Казанский университет и, в принципе, Казанская научная школа, она славится очень многими учеными, которые совершали открытие действительно мирового масштаба. И захотелось как-то через их фразы, ну, вернее, не их фразы, а фразы, которые с ними ассоциируются, передать вот этот вот момент, вот это настроение. Мы придумали совместно такую историю про то, что казанские ученые, которые внесли свой вклад в мировую культуру, в мировую науку, и которые учили, жили в Казани, вот, мы сделали такую легенду, историю про то, как связать наши новые авторские напитки с их открытиями. И получился такой коллаб, вот, и каждый из студентов, учащихся, преподавателей, всех, кто причастен ко ФУ, может прийти в дни проведения этой акции и попробовать один из напитков по спеццене. На каждой напитке будет классный стикер. Это не только уникальный проект, позволяющий запечатлеть достижения ученых и напомнить студентам и жителям Казани о выдающихся именах, связанных с университетом, но и отличная возможность открыть для себя новые оттенки вкуса в бодрящих летних напитках. Коллекция состоит из шести позиций. Каждая из них символизирует конкретного ученого и его вклад в науку. На самом деле здесь шла параллельная работа. Коллеги занимались тем, что собирали спешл, как раз таки, то есть выбирали те вкусы, которые будут трендовыми в какой-то степени в этом сезоне. У нас все-таки такая достаточно специфическая погода, 36 градусов в тени на всякий случай, да, напоминаю. Вот, поэтому это, в принципе, охлаждающие и, естественно, охлажденные напитки. Коллеги занимались тем, что разрабатывали меню этих напитков. Мы параллельно вели работу над подбором ученых, над разработкой этого стикер-пака и над проработкой тех фраз, которые идеально ассоциировались бы с этим учеными. Всего мы сделали шесть авторских напитков. Это в основном летние прохладные напитки на основе кофе и без кофе. Все они готовятся на натуральных соусах, которые мы готовим сами, с добавлением различных фруктов, ягод, цветов и так далее. Напитки не только привлекают яркими и выделяющимися надписями, но и своими необычными вкусами. С холодком лета, айсти с арбузом и мятой, малиновая пироль, клубничный и дынный латте, мачо-тоник с лавандой и эспрессо-тоник оранж. На вкус и цвет товарищей нет, но есть интерес к науке и гордость за великих ученых, чьи открытия и изобретения изменили мир. Продажа коллекции в самом разгаре. Охлаждайся и развивайся вместе с напитками от Ранней Пташки и Казанского университета. Приходи по адресу Астрономическая, 17 и выбирай своего фаворита. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости. Восемь студентов Казанского федерального университета приняли участие в финале 9-й Всероссийской летней универсиады по дзюдо, который проходил с 6 по 9 июля в Уфе. Два спортсмена принесли в копилку сборной вуза серебряную и бронзовую медали. Напомним, что Всероссийская летняя универсиада – спортивное мероприятие, которое проводится для развития и популяризации летних видов спорта в России, а также для повышения уровня физической подготовленности и мастерства студенческой молодежи. Мероприятие проходит каждые два года. В финале соревнования по дзюдо боролись более 100 спортсменов со всей России, в их числе 8 представителей КФУ. По итогам спаррингов спортсмены вуза завоевали две медали. Серебряную медаль в весовой категории 100 кг забрал студент Елабужского института КФУ Иван Рыбаков, а бронза досталась учащейся института геологии и нефтегазовых технологий Марии Поленовой. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова